Очень богата природа нашего края. Реки, леса, горы. Они являются домом для многих животных и растений, кустарников и деревьев. Все в природе взаимосвязано и гармонично. Как хорошо на природе! Лес, ягоды, родниковая вода и чистейший воздух. Да, нагибай сильнее ветку, а я воды наберу из ручья. Но зачастую мы не задумываемся о том, как наши действия влияют на окружающую среду и могут нарушить экологическое равновесие окружающего мира. Природа щедро дарит нам свои богатства. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую пьем, красивые виды, которыми мы любуемся. Горные леса имеют жизненно важное значение для сохранения и развития экосистемы, для обитающих в них животных и растений. Если мы не будем сохранять горные леса, беречь их и восстанавливать, это может привести к плохим последствиям. Ведь на обновление горных лесов могут уйти столетия. Давай, пошли на другое место. Стоит ли говорить лишний раз, что потребительское отношение к окружающей среде и оставленный в лесу мусор негативно отразятся на тонкой экосистеме, частью которой мы являемся. Ведь период разложения обыкновенного полиэтиленового пакета может составлять до 400 и более лет. И когда мы увидим плачевный результат нашей деятельности, может быть уже поздно. Поэтому нужно всегда успевать исправлять и не допускать подобных ситуаций. А что нам теперь делать? Эх, ребята, ребята. Ну, во-первых, нужно погасить огонь и убрать весь мусор. Иначе огонь уничтожит весь лес. А теперь нужно посадить лесные деревья, чтобы восстановить наш лес. Но даже исправлять ситуацию нужно очень внимательно. Со знанием дела. Ведь у природы есть свои законы. Не всякое деревце можно посадить в лесу. Они могут с собой привезти вредных насекомых и болезней. Но самое главное, ребята, не допускайте выпаса скота на территории леса. Избегайте нерационального использования пастбищных земель. Помните, мы находимся в гостях у леса. А поэтому будьте аккуратными и не нарушайте его покоя. Сохрани наши горные экосистемы для будущих поколений. Редактор субтитров А.Семкин